Только что приехала из магазина, сделала небольшие продуктовые покупки. И сейчас хочу заснять видео. Продуктов совсем немножко, просто покажу, что я в этот раз взяла. Я не покупаю очень много, так как у нас магазины все рядом с домом находятся, такие крупные супермаркеты, поэтому я не закупаюсь, как это делала раньше. Меня просили показывать видео о закупке продуктов. Это вообще такая интересная тема. Многие любят смотреть такие видео, я тоже люблю смотреть. Особенно в Америке, кто что купил и что-то узнаешь новое от других, какие-то новые продукты. Ну я тут буквально совсем чуть-чуть, а вообще это видео хочу еще сделать обзоры покупок, которые я сделала вот в последние дни, недели, осени. А в основном, конечно, это будет одежда там для себя, для детей в сумке. Что я купила? Значит, упаковку вот таких яблок в пластиковой коробке. Там все вот только в таких больших количествах. Ты не можешь взять одно-два. Потом вот такие орешки купила. Микс здесь четыре наименования. Кэшью, альманс, фисташки и пеканс. Тоже такие вкусные орешки. Купила первый раз вот такие печенья попробовать. Но они даже не как печенья, а как вот такие вот кексики. Это, конечно, сделано так. Отс, это взяные хлопья, но здесь много различных добавлений. Вот кусочки абрикоса, различные там семена, мед, кокос. Но должны быть вкусные. Вот хочу попробовать. Вот это мясо Никита любит. Тоже всегда его беру. Вот показываю. Оно копченое. Это биф, говядина. Есть еще там другие разновидности такого же мяса. И купила вот такие маленькие помидорчики. Мы любим. Но они абсолютно-абсолютно невкусные. Так что поеду с дам и возьму там сладкие. И еще, значит, вот тут у меня одна покупка моя стоит. Вот я ее сама еле дотащила. Она такая тяжеловатая и как бы плохо гнется. Но вот это мат. Мат для кресла под компьютер. Уже, конечно, нам нужно было давно сделать эту покупку. Но вот что-то все никак. Потому что ковер постоянно собирается и неудобно. Здесь вот есть вот такие ручки с обоих сторон. Вот только благодаря этим ручкам я еще смогла его там в корзину положить и дотащить. А так, конечно, он такой тяжелый и такой плотный. Значит, вот такая вот. Так, собрала все свои покупки. Они сделаны примерно вот за этот месяц, октябрь. И просто буду их показывать. Знаете, так, сейчас вещи и показывать. Но вот эти уже не буду. Это купальный костюм. И так вот, в общем, вам показываю, сколько их тут. Вот плавок 4 наименования. Там вот такие бюстгальтера, маечки. Это все для плавания. Набрала тоже все это по скидке. Вот этот весь, знаете, комплект. Сколько у меня здесь, даже не знаю. Наименований, наверное, 10 или больше 10. Все это на 17 долларов купила. Сейчас, кстати, в Сирсе идут большие. И там идут такие распродажи. Вот там все. Доллар 99. Поэтому я, как увидела, столько себе понабирала этих купальных костюмов. Ну, потому что мы сейчас стали ходить в бассейн. Там занимаемся фитнесом в спортзале. А потом уже идем в бассейн. Поэтому мне как-то, ну, захотелось много иметь, чтобы менять побольше. Ну, вот эти не буду. Там все плавки. Это все показывать. Уже, в принципе, вам показала. Так вот, просто по отдельности некоторые маечки, топики. Вот этот вот топик мне очень понравился. Вот он такой прозрачный. Одевается на, как раз у меня раздельный купальник голубой. И сверху так вот, чтобы симпатично было. Это тоже, кстати, вот за 1,99$ я взяла. Это все вот это на распродаже. Ну, спортивные топики покажу. Вот такой вот спортивный топик розового цвета. Это очень тоже мне понравился. Я его одеваю. А сверху, допустим, одеваю вот такие вот еще маечки купила. Потому что, ну, я не могу чисто вот в таком топике заниматься. Это должна быть идеальная фигура, чтобы в таком топике и в шортиках. Ну, сверху вот такую вот маечку. Еще где-то есть, заговариваюсь, точно такая же синяя. Но что-то я ее уже не смогла найти. Куда-то заныкала. Значит, вот такая вот тоже. Верхняя часть. Ну, это тоже к купальнику относится. Я купила такие вот плавочки. И вот эта верхняя часть. В принципе, она как бы и выглядит как спортивная. В ней можно и в спортзале тоже заниматься. Вот такие вот шортики с ананасами модные. Это тоже как плавательный костюм. Можно вот одевать или там дома щеголять в них. Значит, вот такая вот еще тоже спортивная маечка. Тоже она черного цвета. Вот с такими розовыми вставочками. Тоже мне очень нравится сейчас яркая одежда. Все вот стараюсь такое яркое. Или если черное, чтобы тоже вот такие были какие-то яркие вставочки. Вот это тоже одеваю вот с этим топиком. Топик сначала, а потом сверху вот эту маечку. Так, значит, еще купила себе это буквально вчера. Купила пару джинс. Вот такие джинсы. Мне очень цвет понравился. Видите, прям такие какие-то голубо-синие. У меня все джинсы какие-то такие темные. Но есть белые. Есть, правда, очень светло-голубые. А вот именно такого какого-то синего насыщенного цвета у меня не было. Они недорогие тоже. Это на распродажах я все беру. Магазин роз за 13 долларов я взяла. Значит, и вторые джинсы. Ой, одежда моя вся попадала. И вторые джинсы вот такого вот цвета. Телесного, да? Или бежевого. Но вот эти я еще думаю оставить или нет. Те я уже точно оставляю. И вот эти еще думаю. Так, тоже в Росе на распродаже. Тоже 13,99 стоят вот такие вот джинсики. Они такие в обтяжечку идут. Я люблю когда вот так в обтяжечку. Так, дальше что у нас идет. Значит, для сына купила старшего. Вот такую вот футболку. Вот этот знак. Молодежь очень любит. Если я не ошибаюсь, может быть ошибаюсь. Мне кажется, это что-то со скейбордом связано. Он раньше очень любил скейборд. Может быть нет, если кто знает. Вот такая вот уже футболка. Катон. Очень приятная, тоненькая. 8 долларов стоит. И еще ему тоже купила вот такую вот кофту. Тоже спортивная кофта. Вот здесь карманы с капюшоном. Так, и эта кофта у нас стоит 12,99. Вот такая вот. Раз, для парня молодого. Для Никиты, для младшего сыночка. Их я вот прямо сейчас сделала. Тоже, когда в магазине Каска была. Купила ему две пары вот таких пижам. Ну, это штаники. Пижамка очень мягкие. Полистер. Две пары вот они здесь нарисованы. Ну, не буду открывать. Что-то около 13 долларов две пары стоит. И тоже вот этот мне очень понравился костюмчик. Это тоже пижамный костюм. Такой вот медведь здесь нарисован. Ну, интересный такой на 14-16 как бы лет. Да, это возраст. Наверное, возраста не указывают. А здесь, значит, вот такая кофта с длинным рукавом. Потом вот такая есть просто футболочка, если, допустим, жарко. Да, и вот такие вот штаники. Тоже 13 долларов стоит вот этот набор пижамы. Ну, он мне очень понравился. Вообще на меня. Кофта большая. Ну, Никита быстро растет. Так, значит, вот эти покупки. Рови. Отойди, Рови. Тут уже вещи мои тянет. Ему, если что, попадет. Все, он все начинает грызть, рвать. Что ты там? Все у кого-то он там высматривает. Также вот еще ремень на мне. Ну, я его уже не буду снимать. Тоже купила для джинс. Очень мне понравился. Тут такие золотистые вот пряжка. И сбоку тоже такие золотистые металлические вставленные штучки. Значит, ремень. Потом купила вот такой вот рюкзачок. Бренд называется Betsy Johnson. Мне понравились их сумки. Вообще нравятся, конечно, сейчас яркие тона, цвета. Я уже говорила. Но вот именно рюкзачок почему-то вот такой только мне попался. Который мне понравился. Он бежевый. На камере вроде белым кажется. Вот это бежевый и черненький здесь. Значит, этот рюкзачок у нас стоит 35 долларов. Вот так вот одевается. Давно уже хочу рюкзак. Но как-то вот все сумки, 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 сумки. А ведь рюкзак тоже так классно. Я один покупала, но сдала. Что-то он мне не очень. Видите, не понравился. Вот этот вроде симпатичный. Надеюсь, оставлю его. Ну, нужно лямки тут просто подтянуть. Так, такой рюкзачок. Потом, значит, еще моя покупка. Это я уже сделала. Это в Росте я купила. Это я говорю о стоковых магазинах, где все... Ну, значит, вся одежда там все на распродажах, на заниженных ценах продается. Вот в Маршалс, когда была последний раз, первый и последний раз, купила себе на лето вот такие вот... Ой. Вот такие вот босоножки. Это Ральф Лорен. У них вот такой значок здесь. Но они мне понравились. Я вот их взяла. Думаю, дома попробую. Я дома походила в них какое-то время. Очень такие удобные. Даже вот тут палец не натирает. Так что оставлю. Я их взяла так за 24 доллара. Летние уже на будущий год. Я очень часто, кстати, здесь вот в Америке стала брать одежду, обувь. Там на весну, на лето я покупаю зимой или осенью. Осенью обычно идут большие распродажи. Сентябрь, октябрь, ноябрь в магазинах. Вот можно вообще по 2 доллара, видите, кое-какие вещи набрать. Последний купальник я один купальник только брала за 20 долларов. А тут на 17 долларов я набрала кучу, кучу себе купальных костюмов, маечек, топиков, шортиков. Вот так вот. Это бывает по-разному. Что у меня еще? А, еще у меня вот такая вот моя покупка, но я уже носила. Это куртка. Сейчас я ее на себя одеваю. Вот такая вот белая куртка. Сейчас такие куртки очень распространены последние годы. Как в Америке и там. У нас тоже мне очень понравилось. Бренд называется Патагония. Эту куртку я покупала в брендовом магазине Ариай. Очень она такая тоненькая, сделана отлично. Как бы стеганая такая. И теплая. Очень теплая. Даже на эту погоду осеннюю мне вот в ней даже жарковато. Здесь два кармана на замочках. Вверху тоже. Но нету капюшона. Вот она просто здесь вот так застегивается. Но это дорогая у меня покупка. В основном я предпочитаю, конечно, дешевые вещи. Но иногда нужно себе что-то позволить. Побаловать себя. Потому что именно такую белую и других брендов, которые подешевле. Допустим, Келвин Кляйн. Они дешевле куртки. Как Марк Джакобс вроде есть. Или я ошибаюсь. Как-то по-другому. Еще есть один бренд уже, который недорогой делает такие куртки. Но именно такой белой, конечно, я не нашла ни у кого. И, значит, последняя моя такая одна из покупок. Это сумочка от Майкл Корс. Я уже делала про нее видео. У меня было на тему, как неприятность в магазине у меня произошла с этой сумкой. Как меня вернули с ней. Решили, что у меня что-то там внутри лежит. Вытащили всю бумагу, перевернули. Посмотрели все карманы, извинились и сказали, идите дальше. Я была очень расстроена. Вообще, даже там видео говорилось, что я хотела сдать сумку, сдам. Но на следующий день уже успокоилась. Сумка мне понравилась. Я ее, правда, поискала в других тоже стоковых магазинах. Думаю, если будет там точно такая же, то эту сдам. Лучших тех куплю. Ну, как-то мне не хотелось после этого неприятного такого случая ее оставлять. Но в других магазинах именно такой нету сумки. Она вот такого бежевого цвета. Поэтому я решила ее оставить. Очень мне понравилась. Симпатичная. Вот такой вот у них значок металлический золотой. Майкл Корс. Здесь тоже цепочки. Смотрится так стильно. Мне нравится. Она вот такая плотная, не мягкая. Так сбоку она выглядит. Внутри там несколько вот таких отделений, кармашков на застежке вот такой магнитной. Так она раз и закрывается. С этой стороны тоже глубокий карманчик. Значит, эта сумка, она стоит 100 долларов. Тоже такая вот моя покупка. Первый раз я купила себе, позволила купить такую сумку. Обычно у меня тоже всегда все такое дешевенькое. Очень редко я что-то вот позволяю себе купить, так как я очень экономный человек. Кстати, тоже хочу на эту тему сделать видео об экономии. Может быть, как-нибудь и сделаю. Еще я думаю об одной сумке. Я увидела очень такую симпатичную для меня сумку итальянскую. И если я ее куплю, я вот думаю над тем, купить ее или нет. Уже несколько раз смотрела. Вот поеду в магазин. Если она осталась, я ее куплю, то потом как бы к этому видео я ее доснимаю. Покажу вам. Но если не куплю, значит уже не покажу. Так, и что же... А, еще вот у меня тут две покупки. Еще хочу я вам показать. Это духи, которые я купила в Джисепене. Сифора. Такие они всегда дают пакетики. Зебра. И купила вот такие вот духи от Гуччи. Точнее, туалетная вода от Гуччи. Так, как они тут? А, вот так вот вытаскиваются. Вот такой вот флакончик. Здесь открываешь. И здесь такой дозатор брызгать. Но это я купила не себе. Это в подарок. Очень приятный аромат. Мне так понравился. Я их несколько попробовала. Там было разных вот этих Гуччи. Вот этот очень приятный. Может быть, даже себе тоже прикуплю такой. Он стоит где-то около 30 долларов. А, вот точно скажу. У меня тут чек. 36 долларов эти Гуччи стоят. И также хотела показать это Виктора. Туалетная вода. Эспионаж от Арифлейм. Это очень классный такой аромат. Вот, видите, уже себе второй раз заказывает. Он заказывает. Это же Арифлейм компания. У нас здесь нет. Откуда-то с Европы ему идет. Уже второй флакон он себе. Вообще сейчас могу его вытащить. Вот так вот он выглядит. Запах мужской. Вообще обалденный. Как-то даже передать я не могу. Такие нотки интересные. И он работает с людьми. И его очень многие спрашивают, что за аромат у тебя. Вот многим нравится именно этот аромат. Так, и значит в самом конце еще хочу показать вот такой вот крем я тоже купила. Его, кстати, давно не было в магазин Каска. Тоже раньше там были другие тюбики красного цвета. Но я хочу, знаете, постараюсь сделать отдельно видео об этом, об этих кремах. Вот здесь два тюбика. Потому что это не просто крем, а это лечебный. И как раз у меня есть как бы это кожная проблема. Поэтому постараюсь в одном из следующих видео рассказать тоже об этих кремах. Так, ну все. Вот такой вот обзор. Может быть что-то еще, если я там вспомню, что-то найду. Если куплю, то тоже сумку покажу. Ну а так вроде на этом все.